всем привет готова третья часть переделок для Нины из Германии в комментариях под последним роликом вы меня сильно отругали за то что очень длинные видео получаются у меня с переделками поэтому сегодня постараюсь кратко все рассказать и показать начну вот с этого комплекта с такого водопада колье это выполнено из бусин перламутра это бусины Нины вот эти белые шарики и к ним я добавила свои кораллы круглые шарики вот эти вот лососевого цвета как вы видите уже белый силиконовый шнур конечно же удлиняющая цепочка там присутствует ну и сами бусины сами вот эти шарики я собрала на цепочку вот так такой вот галстучек нарядный летний вариант у нас получился и вот такие серьги опять же из кораллов и бусин перламутра браслет собран на цепочку такой вот пушистенький по центру он более объемный а ближе к запястью тут уже на убывание бусинки пошли удлиняющая цепочка перламутровая бусинка на конце цепочки ну и в целом вот так выглядит браслет как бы вам его показать то ну вот примерно вот так он будет на руке примерно вот так неудобно мне конечно в одной руке телефон другой рукой снимать следующий комплект из бисера выполнен у меня получилось вот такое многорядное воздушное колье я его собрала на мемори проволоку и добавила вот такие вот стеклянные бусины красивые сейчас я их покажу вам чуть ближе бусины очень интересные они полупрозрачные те которые маленькие квадратики они еще и имеют такой красивый отлив от бирюзового к такому сереневатому как бы оттенку и крупные бусины более серого цвета тоже полупрозрачные я не знаю будет видно на камеру или нет потому что ну вот с освещением пока проблема пока ничего к сожалению не могу сделать попробую вот в разных из разных ракурсов вам показать возможно вы уловите оттенок цвет сережки поставила крупные стеклянные вот такие квадратики они как кракле бусины кракле они внутри как будто немножко такие растрескавшиеся но очень красивые очень и к этому комплекту у меня еще есть многорядный браслет вот браслет я вам решила сразу же показать на руке вот так он выглядит вот так он конечно же на мемори проволоки это понятно и в несколько рядов здесь еще присутствуют бисер вот мелкие серенькие видите такого серого цвета красивого серого цвета и в браслете и в колье но это я уже свой бисер добавила для яркости мне не очень понравился этот вариант я думаю что не на будет носить его с удовольствием сразу же покажу еще одно колье бисерное вот из этой бисерной рубки это бисернины с этим колье конечно мне пришлось повозиться потому что я сначала его хотела собрать на ювелирный тросик но к сожалению эта идея оказалась не очень удачной потому что бисер легкий и он никак не хотел аккуратно ложиться это во-первых а во-вторых конечно же было очень сложно его собирать потому что тросик в иголку не вставить соответственно каждую бисеринку я нанизывала просто на тросик вручную занимало конечно это безумное количество времени в итоге мне пришлось все-таки его разобрать и собрать на очень плотную леску 0.35 по моему леска у меня была конечно не знаю насколько долго это колье прослужит но в принципе если аккуратно обращаться то возможно и прослужит долго хотя в принципе изначально это колье было собрано просто на тонкую притонкую хб нить поэтому я думаю что лес на леске оно послужит долго тем более леска очень плотная очень плотная ну подобрала я к этому бисеру хрусталь горный матовый и прозрачный как видите несколько бусин нарядила в шапочке не стало усложнять слишком я перегружать это колье фурнитурой дальше все бусины пошли уже через шарик кстати колье это можно еще носить и вот таким образом застежка тогл в виде вот такой розочки небольшой немножко неправильно застегнула переворачивается надо было перестегнуть но в общем вот так можно и таким образом это колье носить сам бисер конечно очень красивый блестящий на солнце конечно это будет сияние сверкание безумное также этот бисер можно скрутить вот такой небольшой жгут подобное украшение я уже собирала для елены из белоруссии но у нее там был просто микс из бисера и по-моему ее бусины кракле разноцветные тоже очень красивое колье получилось прям шикарное ну и у Нины будет такое вот нарядное колье летнее под любой сарафанчик на лето маечку топик блузку следующий комплект у Нины были бусины вот эти вот нефритовые шарики ну у нее был браслетик собран из этих бусин и вот Нина попросила меня сделать такое вот скромное ягодное украшение Нина попросила меня чтобы украшение не было громоздким а было маленьким аккуратным и как выразилась Нина более натуральным более естественным скажем так надеюсь я справилась с этой задачей я добавила лишь немного смородины это вот бусины раухтопаза обожаю раухтопаз прям очень его люблю добавила я сюда вот эти ягодки смородинки и добавила вот эти вот кораллы красного цвета рябинку вот такую яркую и получилось как и просила Нина скромное ягодное колье скромный ягодный комплект но серьги я сделала гроздьями из рябины не стала добавлять сюда уже никаких других бусин я думаю что вот просто рябиновые гроздья достаточно будут хорошо смотреться с этим колье на силиконовом шнуле ну и конечно же обязательно удлиняющая цепочка ну я практически на все украшения ставлю удлиняющие цепочки если только кто-то просит меня не ставить тогда я не ставлю ну или если она там ни к чему если украшение сделано по размеру заказчика тогда я не ставлю длиняющие цепочки а в остальных случаях везде цепочку ставлю в общем вот такое получилось украшение здесь браслета у нас нет только серьги и только колье следующее украшение вот с таким винтажным кулоном красивейшим покажу его чуть ближе это кулон Нины очень долго мы с Ниной думали на что же нам посадить этот кулон потому что хотелось что-то вот такое нежное да как сам кулон и конечно же чтобы по цвету подходило изначально мы хотели этот кулон под повесить на бусины из искусственного жемчуга у Нины есть такое колье но оно очень-очень короткое и конечно же вот никак удлинить его было невозможно потому что подходящего подходящего под них материала у меня не оказалось бусины хоть и из искусственного жемчуга но они очень хорошего качества это бусины еще студенческие годы Нине подруга дарила вот поэтому хорошо порывшись у себя в закромах я нашла садолит здесь вот на видео я вижу что он смотрится более ярким на самом деле он бледненький такой и вот прямо один в один вот в тон в тон с кулоном прям идеально подошел сюда но тоже его было мало у меня поэтому конечно же мне пришлось и поставить бейл вот такой удлиненный хотя изначально я хотела прям маленький поставить бейлик сюда но наш у нас была задача удлинить удлинить нить чтобы она не была совсем короткой ну и конечно пришлось прибегнуть к фурнитуре потому что опять же повторюсь нужно было удлинить эту нить шариков садолита было мало для того размера который хотелось бы иметь Нине поэтому вот так получилось но кулон конечно обалденный прямо очень красивый я надеюсь что теперь Нина еще не один год будет пользоваться этим колье вот они те самые бусины о которых я сейчас вам говорила они конечно по цвету подходили бы идеально к тому винтажному кулону но их было очень мало очень мало ну и опять же все таки искусственный камень и натуральный камень есть разница да каким бы качественным не был он все равно искусственный ну а вот такое вот колье из этого искусственного жемчуга я думаю Нина еще тоже поносит и не раз наденет летом я поставила сюда бисер он на видео я вижу в ролике будет смотреться темноватым на самом деле он очень красивый такой как аметист он и цветом как светлый аметист полупрозрачный но правда очень красивый опять же была задача удлинить эти бусики поскольку нитка была очень короткой жемчуга искусственного вот этого вот поэтому пришлось поставить бисер но мне не такой вариант понравился поэтому остановились именно на этом варианте кстати говоря можно эту нить легко накрутить в качестве браслета на руку по размеру идеально подходит я уже пробовала даже сейчас покажу и вот так вот будет смотреться будут смотреться эти бусики в браслете единственное мне сюда нужно поставить для Нины еще удлиняющую цепочку чтобы этот браслетик было удобно одевать если вдруг она захочет накрутить на руку ну еще сразу хочу показать вам немного винтажной красоты у Нины были вот такие сережки они были на ну это же очень очень старые украшения и тогда же не было швен с английскими замочками были просто вот такие вот металлические крючки как бы конечно же они уже все окислились сплав металла был мягким и конечно же со временем крючки все поизогнулись уже я их конечно же убрала почистила саму основу потому что она уже была такая очень сильно потемневшая и поставила вот такие вот швензы и сейчас сережечки снова заиграли снова засияли засверкали и теперь они будут носиться еще одни красивенные серьги с такими вот цветами здесь тоже я поставила швензы помыла почистила сами сережки теперь они вот как новенькие теперь у них тоже появилась новая жизнь еще одни отреставрированные мной серьги серьги из хрусталя в сережках Нины стояли вот здесь вот рондели разделители с маленькими стеклянными камушками но эти рондели уже окислились так же как и сами швензы и конечно же мне все это пришлось удалить заменила штифты потому что те штифты тоже уже непригодные были и поставила вот сюда другие рондели они тоже с мелкими мелкими кристаллами и на солнышке конечно же они будут сверкать и сиять будет очень-очень красиво смотреться ну и конечно же я сюда поставила швензы с английским замком теперь эти сережки выглядят вот так тоже достаточно такие нежненькие хрусталики эти я тоже все с мылом помыла почистила теперь они тоже блестят и выглядят как новенькие ну и еще одни последние сережки тоже такие нежные-нежные если помните у Нины были в две подвески вот из этих вот в виде вот этих вот листиков это серебро я его конечно же как следует почистила теперь они не желтые а белые прям вообще как новенькие а вот эти два голубых шарика две голубых бусины они стояли в бусах с черными камнями помните может быть у Нины были из крупных черных бусин бусы и посредине посредине два вот таких голубых стояла камня и я эти камушки благополучно пристроила к этим листикам как же красиво они теперь смотрятся нежно-нежно и нашла швензы прямо вот тон в тон под эти листики они прям смотрятся как настоящее серебро но они просто слегка с напылением серебряным идут вот эти швензы без всяких там рисунков без всяких там листиков там цветочков и загибулинок просто вот такими палочками мне кажется что вот прямо идеально сюда подходит вот другого мне кажется здесь и не и не нужно но сережки получились вообще классные как они мне нравятся прям вообще очень нравится вот вот столько сережек я отреставрировала но впереди у нас еще один комплект и вот такой еще комплект я хотела вам показать из граненых чешских бусин у Нины были вот такие вот крупные бусины граненые с покрытием вот с таким вот разноцветным Нина сказала что это покрытие называется северное сияние это еще самые 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 первые бусины которые выпускали в чехии еще в те далекие времена очень красивые все блестят переливаются качественные бусины очень качественные напыление не стирается вот я их даже вот мыло с мылом купала и им ничего не сделалось абсолютно ничего нигде не облезли напыление прямо вот как было так и осталось еще только ярче стали сиять бусин было немного таких поэтому когда я спросила Нину что вы хотите из этих бусин Нина сказала что не знаю их так мало ну в итоге я подобрала к этим бусинам еще и свои тоже граненые бусинки они по цвету прямо идеально подходит к Ниныным бусинам но они меньше размером и они такие в форме ронделя больше они не совсем круглые я вот вам их покажу вот здесь вот вот их видно такой формы заодно покажу вот такая меняющая цепочка здесь стоит размер этого колье я сделала таким чтобы вот эти рамки не крутились конечно шея манекена и шея наша отличаются по размерам да поэтому конечно же здесь вот они крутятся но когда вот я надела на себя то рамочки четко прям четко легли и ни одна рамка никуда не повернулась ни вверх ни вниз поэтому то что они крутятся здесь это еще не говорит о том что они будут крутиться на шее и вот по одной рамке я поставила вот с боков с одного бока и с другого тоже они вот наши и они не крутятся но даже если где-то и слегка повернется ничего страшного в этом нет потому что бусины шикарные красивые со всех сторон и если даже где-то будет рамка немножко поворачивается мне кажется от этого еще больше будут на солнышке играть и сверкать сиять и будет очень очень красиво я поставила еще вот такие две бронзовые бусинки красивые поставила разделители бусины вот такие вот квадратики форме цветочков на каждой стороне цветочек попробую сфокусировать чтобы вам было видно поближе думаю что видно да ну и все значит здесь более крупные у нас бусины а дальше уже пошли мои бусинки вот они еще раз сам их покажу так вот они смотрятся в колее так опять я увлеклась все показываю серьги и браслет ух как сверкают камни я не знаю будет ли видно на камеру но у меня прям все сияет так красиво причем знаете еще вот у этих бусин у них одна сторона идет вот с таким напылением до разноцветным а другая эта сторона у них однотонная очень красиво смотрится прям вообще шикарные конечно шикарные камни при мне даже очень рада очень рада что эти бусины нашли свое так сказать назначение да что вот из этих вот шикар что эти шикарные бусины теперь не будут лежать где-то в шкатулке как память о прошлом а будут носиться вот в этом колье в этих сережках ну и конечно же еще браслет серьги я сделала вот так из двух шариков маленького и большого в рамочки вообще рамки вот эти вот на мой взгляд очень так такую какую-то благородную нотку вносят в украшение и даже вот как под старину под какую-то да под винтажность ну мне так кажется сейчас браслет покажу браслетик на мэмори проволоки по центру я поставила опять же три бусины в рамочку это бусины нины и дальше уже свои бусины сейчас попробую показать как этот браслетик будет на руке смотреться ну и вот так этот браслетик будет смотреться на руке мне кажется красиво я не стала застегивать очень даже нарядно такой вот шикарный получился комплект буквально из нескольких бусинок что были у ними не на говорит я даже не ожидала что можно из такого количества бусин собрать такой шикарный комплект и этот комплект очень понравился кстати и мне тоже прям я прям очень довольна этим комплектом ну а на сегодня это все это был последний комплект который я хотела вам показать переделок было очень много не на было очень очень довольна этими украшениями я получила массу добрых слов комплиментов в ее комментариях в ватсап она мне писала за что и огромное спасибо и огромное спасибо и еще и за то что столько долго она ждала эти переделки потому что у меня тоже были какие-то дела которые не требовали отлагательств и не на терпеливо конечно же меня ждала украшение для нины я собирала с учетом ее предпочтений с учетом ее вкусов о которых она мне писала ну и теперь я надеюсь что все эти украшения не на будет носить сама и как сказала не на что у нее есть и и дочки и внучки и невестки поэтому есть кому сделать хороший подарок впереди вас ждет еще фотогалерея я с вами прощаюсь конечно же я жду ваших комментариев под этим видео если вам понравилось это видео не забудьте поставить пальчик вверх кому не понравилось ставьте вниз и конечно же я буду вам благодарна если вы поделитесь этим видео со своими друзьями ну а на сегодня это все всем пока 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...